Пятая книжная ярмарка «Умная книга» вновь распахнула свои двери для ивановцев. Почетными гостями на этот раз стали обладатели гранта литературной премии «Русский букер» Маргарита Хемлин, режиссер-аниматор Гарри Бардин, детская писательница Светлана Степченко. Маргарита Хемлин гостит в Иванове второй раз. Писательница уверена, читать нужно все. Есть книги умные, но есть, может быть, не такие умные, ну в смысле, там, глубокие, интеллектуальные, за которыми 25 слоев. Вы знаете, но все равно писали люди. И можно найти слово, которое вас спасет, слово, которое вас подвигнет к чему-то. Нет плохих книг, если они не учат убивать, лгать, воровать и так далее. Впервые за историю существования ярмарки был организован буккроссинг. Все желающие могли обменять уже прочитанные книги на те, которые любезно предоставила областная научная библиотека. Выбор оказался широким. Была здесь и популярная классическая литература, и то, что в народе называется чтивом. Я бы не сказала, что у нас буккроссинг в чистом виде, точнее сказать, у нас книгообмен. Посетители мероприятия могут выбрать любую понравившуюся книгу и взамен что-то оставить. Причем, если у человека с собой книги нет, подарим любую книгу в надежде на то, что он придет в областную научную библиотеку и что-то в свою очередь подарит нам. Вниманию посетителей была представлена детская литература – книжки-малышки, раскраски, обучающие издания. Подобрать новогодний подарок ребенку на ярмарке не составило бы труда. Много было и художественной литературы, на любой вкус. Однако интересы более взыскательных читателей ярмарка не удовлетворила. Да и цены, к сожалению, не порадовали. Стоимость книг на ярмарке немногим отличалась от цен в магазинах. Некоторые книги заинтересовали. Я потому что сюда пришла, чтобы увидеть больше книг о художниках, что-нибудь такое. Но я хотела приобрести учебное пособие, но здесь они какие-то более детские книги предоставили. И те книги, которые мне хотелось бы приобрести, их нету, к сожалению. Специально к открытию ярмарки в Иваново приехал детский книжный автобус «Бампер». Он уже третий год колесит по стране и только в этом году преодолел более 45 тысяч километров. Здесь не только можно купить книги по низким ценам, но и получить любую консультацию, касаемо детской литературы. На полки «Бампера» может попасть не каждая книга, а только та, что сделана качественно. Или, как говорят организаторы проекта, с уважением к ребенку. Книжки у нас особенные, потому что мы стараемся сотрудничать с маленькими в основном издательствами. У них тиражи 3 тысячи, 5 тысяч. И получается, что они попадают в Питер, в Москву, в Екатеринбург, в какие-то большие города. В маленьких городах их физически нету. И получается, что либо у ребенка очень настырные родители, которые в интернете все это находят, либо до ребенка эти книжки не доходят. Они хорошие. Поэтому мы существуем. У проекта «Бампер» социальная направленность. Автобус часто приезжает в школы и больницы. Там ребятам в интересной форме рассказывают о книгах и стараются привить любовь к чтению. И, конечно, такие встречи не обходятся без подарков. А лучше книги, как известно, нет ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!